всем привет сегодня у нас завершающий цикл по sdl он был кратким вот и сегодня sdl и opengl как подключить ну и как нарисовать как рисовать с помощью opengl используя библиотеку sdl вот ну здесь здесь просто посмотрим как инициализировать это все добро ну и парочку таких моих изменений но в частности например ул азии он здесь создается контекст об анжеля классический контекст что такое классический этот центр экрана то есть координат система координат классическая в панж или такая центр экрана 0 0 и по краям у нас по одному да то есть y вверх идет 1x вправо 1 вниз y минус 1 влево x минус 1 но если у нас 3d координата z есть то это вот туда как бы z плюс к нам идет плюс z минус вон туда и все это как бы вот в квадратно в кубическом ну если за единичку брать рубая метр в кубическом метре короче в кубе одну для 2d я обычно перенастраиваю так матрицу и со саму вьюху так чтобы координаты были классическими то есть 00 вот слева верху были а сюда шли как раз по ширине и высоте экрана данном случае ну например это 800 на 600 разрешение то 00 здесь по x у 800 здесь по игреку 600 здесь соответственно 800 600 координата вот здесь ну то есть классическая система координат классическая в плане ну рисование да там вот все юайки и т.д. и т.п. они используют такую систему координат соответственно я обычно переключаю но панджель в этот режим инициализирую панджель с таким режимом чтобы было удобно работать вот и так что касается самого панджель а ну первую очередь нам нужно пойти функцию функцию вот есть же и нет саму на инициализацию сама инициализация на в принципе принципе осталось такой же так сидит то есть инициализируется sdl вот здесь это это новое до что тут новое мы указываем она мы еще подключаем sdl о панджель что это такое ну там 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 какие-то свои настройки выставлены свои макросы и т.д. и т.п. перед и фон и типы ну короче его подключаем можно конечно же джель джель подключить но как написано в руководстве такие дела вот так вот что тут нового первое это мы устанавливаем версию об анжеле то есть версия 2.1 дальше 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 это все идет так как и шло ничего нового дальше при создании окна у нас там кое-что новое но непосредственно sdl с к окно создается так же как и создавалась до этого а вот у нас там был рендерер дас мы создавали но вместо рендера мы создаем контекст open джельный контекст и вот open джельный контекст мы создаем для конкретного окна то есть в руководствах вот этих вот руководствах были темы по созданию нескольких окон соответственно но их не разбирал но соответственно можно посоздавать несколько окон и к примеру в одном окне для одного окна сделать джельный контекст что-то там рисовать а для других окон классический sd и левские контексты рендер так вот вместо рендера как было до этого у нас вызывается функция ночи эль клиент контекст и мы указываем для какого окна и это нужно сделать дальше дальше мы точно так же как для sdl устанавливали синхронизацию вертикальную да точно так же и для open джель а вот с помощью sdl джель set swap интервал мы устанавливаем то есть мы сюда перейдем то мы устанавливаем что единичные значений 1 единичка это для как раз вертикальной синхронизации и вот то есть частота кадров будет совпадать с частотой обновления монитора но обычно это 60 кадров в секунду и дальше вызывается непосредственно функция инициализации open джель а соответственно вот здесь как раз и идет настройка вот смотрите viewport и вот вот это джель ор то вот это как раз эти две функции они отвечают за то чтобы установить классические координаты непосредственно нашу вьюху но отображение на в open джель то есть данном случае у меня указы давайте перейдем сюда вот что у нас ширина и высота да вот 0 0 x y у меня ну стартует в самом верхнем углу будет старт а ширина и высота окна вот такая а вот дальше нам надо арта указать что такое арта но мы можем перейти ну в справки почитать но что мы здесь указан мы указываем смотрите left левой точку это 0 0 дальше правую точку right ширина экрана дальше bottom нижнюю точку высоту экрана и верхнюю точку 0 0 то есть соответственно мы указали вот левый верхний угол 0 0 вот 0 0 а правый угол и нижний ну нижнюю границу правую границу вот ширина и высота ну 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 и дальше то по моему отдаление камер или что-то такое точно не помню данном случае это не суть важно потому что чтобы в этом во всем разбираться надо либо отдельно запускать уроки по open джелью вот либо обойтись вот вот этим и все дальше устанавливается цвет для очистки вот ну и в принципе все на этом open джель у нас инициализирован ну по идее если никаких ошибок не будет то он будет инициализирован дальше 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 здесь используется старый open джель то есть есть модерн open джель там с шейдеры и все такое здесь старый open джель как различить программы написанные на старом open джель довольно таки легко все примитивы грубо говоря рисуются с помощью вот таких вот конструкций джель бегин мы говорим идет начинаем какие-то координаты и джель энд говорим что конец все каких-то координат не будет смотрите джель бегин что это говорится мы в скобочках передаем что конкретно какие примитивы будем рисовать то есть вот это есть есть много таких наборов точки линии линии замкнутый line street не помню типа треугольники площади полигоны короче в данном случае кварц я говорю что это буду классические прямоугольники рисовать просто прямоугольники соответственно я заду первую точку вторую точку третью и четвертую то есть раз . 2 . 3 . 4 . и они все соединяются линиями автоматически раз вот то есть у меня закончилась о джель энд я сказал и open джель движок ну сама поджель библиотека знает что все надо нарисовать четыре точки поставить между ними провести линии вот дальше джель бегин и джель энд это я указал указываю что полигон буду рисовать соответственно это не прямые линия такие ну тут принципе тоже не прямые могут быть но это полигон ну какая разница опять-таки это можно в справочке почитать либо поэкспериментировать вот что такое джель смуф ну короче идет такое размытие то есть я указываю для первой для первой точки указываю начальный цвет дальше указываю для второй точки и для третьей точки вот и в результате все это плавно переливается ну в какой-то ну короче палитру мы так увидим то есть цвет плавно один цвет плавно переходит в другой вот 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 то есть это в принципе а это не еще не все еще не все давайте запущу чтобы увидели как видите я здесь еще буковки рисую фишка в том что стандартный просто библиотека пожили она не поддерживает отрисовку каких-то буковок вот а вот 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 кстати вот когда цвет плавно переходит другой цвет полигон мы нарисовали где тут в данном случае квадрат а вот здесь некий полигон то есть можно количество точек в полигоне увеличить и посмотреть что получится вот так вот стандартная библиотека в самом чистом виде она как бы но не предоставляет функционала по на отрисовке буковок потому что довольно таки большой должен быть функционал там надо шрифты разные учитывать подчеркивание жирность размеры и т.д. и т.п. для отрисовки шрифта я обычно если мне не надо там русские символы ну если мне не надо те символы которых нету в стандартной таблице аске а в стандартной таблице аске только английские символы символы то то что я использую я использую где-то меня меню я подключаю такую библиотеку глют ну вот здесь она подключена л глют л джель еще вот но и данном случае глют у глюта есть такая штука глют битмап чарак то соответственно сколько у нас шрифтов вот всего-навсего столько шрифтов что это такое на это на самом деле просто какой-то дефайн да который в котором описано ну вместо которого подставляется вот берется адрес адрес чик готов что это за адрес это адрес это грубо говоря массив адрес массива в котором побитого представлены символ что значит побитого скорее всего там просто массивы значений ну в это возможно in the integer значений там вот раз два три 4 5 6 7 8 вот вот так вот давайте я сделаю то есть вы сами для своих русских буковок или других можете посоздавать нету либо же на примере sdl а когда мы там рисовали битмапы использовали до картиночки то можно аналогично сделать построение шрифта то есть картиночку взять в которой нарисованы все эти шрифты и дальше пробежаться по прозрачным непрозрачным пикселям и выстроить выстроить короче свой шрифт битмапы обычно но в данном случае скорее всего посмотрите массив и например буковку а отобразить это вот так две единички ой 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 ну какая-то у меня неправильно буковка пошла а наверное надо было бы может быть вот так короче думаю вы поняли то есть единичками я задаю 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 ну непосредственно контуры соответственно это все можно построить я даже где-то такое делал ну так я никуда не залил вот короче рубля получается буковка а то есть и для хранения этой буковки нужно сколько один байт ну 8 бит раз и 88 байт то есть 8 байт хватит для того чтобы отобразить вот такую вот буковку вот соответственно это просто вот здесь макросы размера здесь указывается и здесь непосредственно символ аске приходит и эта функция находит вот таком представлении данных находит нужную буковку она знает смещение к примеру и вот делает вот такое отображение то есть по пиксель на пусто-пусто-пусто и какой-то цвет да там опять пусто-пусто цвет ну то есть это отображение в пикселях но представления вот соответственно соответственно для этого нужно библиотечка глют ну не пас глют короче соответственно здесь я рисую и как вы видели здесь русских буковок нету потому что если попробую русские поставить то ничего не получится давайте попробую попробую буковку f нет нет f так ой-ой-ой-ой где там вот так вот да и посмотрим чё чё она нарисует она наверное ничего не нарисует как увидите ничего не нарисовала ну потому что там ее нету вот так ладно хотя можно по номеру давайте 145 тоже вероятность того что ничего не нарисуется да так и так и есть вот соответственно вы можете свои шрифты подготовить либо же я думаю хватает открытых библиотек которые позволят вам рисовать свои шрифты в частности по моему была библиотека такая называлась free type вроде бы ну и короче их много вот соответственно вот я здесь просто определяю текущий там и выставляют цвет либо белый либо почти красный ну красный еще с какими-то примесями соответственно мы все это и видим давайте еще раз старт сайтингс на зима нажимая с этим здесь то же самое вот 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 то есть принципе все здесь ничего такого особенного нету в панже или ну по поводу о панже или у меня уроков нету но у меня есть много много разных видео где о панже затрагивать у меня есть мини проекты там реализация снега игры пара труппер у меня есть игра с нуля там чон что там было блин забыл сакабан я делал вот си плюс плюс и в уроках по си плюс плюс у меня когда там разбирали графической примитивы то у меня там тоже панже используется короче панже много где используется поэтому в принципе можете найти это все у меня на канале вот ну в принципе все здесь особо нечего даже рассказывать еще одна пас последняя тема это модерн панже модерн панже лето использует используется шайдеры ну шевому сказать я урок запилил ну так сказать но рассказывать по ним по нем я ничего не буду потому что я в теме шейдеров плаваю то есть это я грубо говоря с копипастил с копипастил все что вот здесь и все соответственно соответственно рассказывать я не буду пересказывать то что потому что я в этой теме не шарю потому что шейдеры это отдельно тема, по которой нужно делать отдельные уроки, то есть самому разбираться и делать отдельные уроки. Но в целом, я могу сказать, что такое шейдеры. Шейдер это такая программа, которая была придумана и разработана специально для того, чтобы нагрузить графический процессор. Вот GPU. То есть шейдеры как раз это такие программы. С помощью шейдеров мы как раз нагружаем именно графический процесс. Вот. Вот. Не одними шейдерами живы. Есть такая штука как CUDA у NVIDIA. У меня на канале тоже есть уроки. Так вот, CUDA библиотека CUDA SDK, она как раз и там есть сам язык CUDA, он C подобный. Так вот, с помощью CUDA можно уже, грубо говоря, C-шными программами с помощью C-шных программ, вот классических, точно так же нагружать графический процессор. И делать это во много потоков и т.д. и т.п. Вот. Поэтому раньше были шейдеры. Потом корпорация NVIDIA или компания NVIDIA решила сделать и упростить жизнь программистам и создала свой продукт для своих видеокарт. У AMD, ну, у Radeon, да, по-моему, это AMD, у них тоже есть свои решения. Какие, я вообще не знаю. Потому что у меня в основном я пользуюсь видеокартами от NVIDIA и, то есть GeForce-ами всякими, потому что у меня Linux, Linux, было время, он очень не дружил с Radeon'ами, постоянно падали иксы и т.д. и т.п. Потому что Radeon не открывал полную спецификацию для Linux-разработчиков, ну, для драйверов. Соответственно, NVIDIA открыла. И с NVIDIA у Linux'а все отлично и хорошо, а у Radeon'aMD оно тоже хорошо, но когда ты начинаешь что-то там экспериментировать с X-ами, там что-то делать, бывает такое, что что-то упадет. Вот. Поэтому у AMD тоже есть свои решения. То есть свой язык, возможно, свои скрипты, с помощью которых можно напрямую отправлять команды в видеокарте и нагружать полностью ее. То есть делать вычисления. Вот. Шейдеры изначально, насколько я помню, но у меня об этом рассказано вводной по куде. Ну вот, я уже позабыл, насколько я помню, шейдеры изначально предназначались для отрисовки всяких примитивов, ну то есть там текстур и прочего. Но потом, чтобы нагрузить, ну чтобы ускорить вычисления, программисты научились в шейдеры пихать просто какие-то вычисления, которые не связаны с графикой. то есть писали программки шейдерные вот, и отдавали на выполнение видеокарте на GPU. И они там могли вычислять просто какие-то там данные, которые вообще не относятся к отрисовке. ну это все что я знаю о шейдерах. Ну и в принципе все. Я короче вот эти два архива прикреплю и думаю все с SDL хватит. На самом деле было бы время, то здесь очень много можно всякого пилить, потому что есть крутые игры написанные на SDL. Ну разобирать все возможности манипуляции это довольно-таки долго. Надеюсь когда-то вырастут подписчики, вырастут спонсоры, вот, и тогда у меня появится свободное время и все это свободное время я смогу тратить на создание более качественных и полноценных роликов. Вот. Поэтому никто не отписывается на Патреоне еще будут 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 разные разные обучающие видео. Вот. Ну буду стараться добавлять уже от себя тяну, а не вот такой вот пересказ. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.